В этом видео мы изготовим настенные панели высотой под 3,5 метра, облицованные шпоном ореха. Дополнительно сделаем толстые блоки с подсветкой, расположенные каскадом по обе стороны от выступающей вперед центральной панели. Со мной связались дизайнеры, которые не могли найти производителей для панелей такой высоты. Итак, какова задача? Есть стена с выступающей колонной. Главной фишкой композиции должны стать отдельные панели, расположенные каскадом и под наклоном. Они визуально сглаживают переход по глубине и в то же время привносят динамику и объем. Изначально планировались отдельно стоящие Г-образные панели, но я уговорил дизайнеров переиграть на коробные блоки, связанные между собой перемычками для жесткости. Видимую открытую часть мы поделили на 4 равные панели. Расстояние от колонны до окна задавало ширину зоны косых панелей, а один из стыков определялся условным композиционным центром пространства. Поэтому центральную панель на колонну надо было немного увеличить справа. Кромки ее должны быть толстыми и, как косые панели, иметь паз для врезного профиля под подсветку. Цвет и рисунок шпона были критичны для дизайнеров. Шпон ореха для панелей выбрали они сами в Москве, а продавцы пиломатериала перевезли в казанский филиал. Итак, длинный широкий шпон ореха пришел к нам в казань. Пресс изготовлен, полиэтиленовая мембрана пока не установлена и не проверена, но мы же знаем, что все сработает. Пришлось удлинить также и рабочий стол. Давайте нарастим 10-миллиметровые панели MDF по длине. В целом здесь все просто. На канале есть видео по соединению на микрошип. Вылет фрезы я настроил таким образом, чтобы перевернув одну, панели стыковались друг с другом. На короткую часть наношу пур с избытком. Стыкую с длинной частью и легкой струбцинкой прихватываю к столу, чтобы при стягивании эта часть не задралась. Снизу и сверху стыка кладу полоски полиэтилена. Панели складываю одной пачкой друг на друга. Ремнями для фиксации грузов стягиваю панели. При затягивании резкими рывками выравниваю натяжение ремня относительно нижней стороны. Иногда под ремень подкладываем вощенную бумагу, чтобы лучше скользило. Соединение на шип достаточно прочное, и мы свободно брали панели, как если бы они были из цельной плиты. С лицевой стороны будет еще шпон ореха, а сзади мы нанесем недорогой шпон тополя. Он дополнительно объединит две части шпоном и прочным клеевым швом. А кроме того, в принципе рекомендуется использовать компенсационный слой шпона на таком же клее и даже с той же отделкой в идеале. Сначала снимем выступающий клей и возможные перепады шлифованием. Потом нанесем пур, просто разложим широкий шпон с зазорами и отправляем в пресс. После выемки отпилим панель в размер по ширине и снимем небольшую фаску по продольным кромкам. Затем, под контролем представителя заказчика, собираем рубашку из орехового шпона, наносим пур, в том числе и на фаски по ребрам. Накладываем шпон и уже панель перемещаем в новенький пресс. У нас остался лишний шпон по продольным кромкам. Снимаем его аккуратно ножом. Шпон на скосах остается. Только теперь фрезеруем паз под шпонку. Шириной как раз, чтобы поместилась полоска HDF, облицованная шпоном. Шпонка нужна больше для позиционирования двух соседних панелей, ну и для прикрывания зазора между ними. Мы долго думали и в итоге не стали наклеивать дополнительно шпон на кромку. Даже при некотором расстоянии между панелями видно только шпон. Где нужно мы делаем вырезы согласно схеме, шлифуем и отправляем покрасочную. Сначала укрываем акриловым грунтом чуть пожиже заднюю сторону. Он быстро обветривается и тут же наносим на лицевую. После высыхания шлифуем грунт и заливаем матовым лаком. На широкую панель для колонны мы подшили дополнительный материал для толщины. Отделали широкие кромки тоже шпоном. Сделали пазы для соединения с боковыми панелями и для врезного профиля под свет. Все то же самое мы сделаем и на косых декоративных панелях, подробнее о которых далее. Для начала мы приклеили шпон на 10-миллиметровый МДФ шириной в три наших панели. Потом распустили на отдельные полосы нужной ширины. Теперь подготовим элементы короба. Если задняя часть косых панелей связана перемычками, то по переду мы заложили алюминиевый профиль 25 на 25 миллиметров. Ложную обвязку сделаем из остатков ЛДСП 25-ки, а заполнителем будут служить бумажные соты. Все вместе должно придать достаточную жесткость и в то же время легкость. Алюминий и ЛДСП шлифуем грубым абразивом. Сверлим отверстие под крепеж на время склеивания. Удлиняем бумажный заполнитель вдвое. Один блок рассчитан на 2 метра. Потом намазываем клей на панели МДФ. На одной из них собираем и крепим слегка обвязку. Чтобы не разбежалось до прессования. И заталкиваем заранее растянутый сотовый заполнитель. В итоге он распределился и даже не нуждается в креплении. В прессе две панели объединяем кромками. По периметру кладем планки, чтобы мембрана не вдавила продольную закладную внутрь. А заодно и образуется плавный переход, что важно для полиэтилена. Блоки отлежались и мы выровняли кромки на пиле. Надо облицевать их шпоном. Но рельефная структура ДСП мне показалась неприемлемой. И для начала мы выровняли ее с помощью полиэфирной шпатлевки. Дальше нарезаем тот же шпон ореха на полоски с небольшим припуском. Мы подготовили длинное подобие брусков из двойного ЛДСП и полоски линолеума. С помощью них прижимаем полоски шпона сразу к обеим кромкам наших панелей. С весы шпона снимаем с помощью фрезера. Одновременно формируем и небольшую фаску. Уже по грунтованным панелям профрезеровываем пазы под врезной профиль для светодиодной ленты. Они будут вклеиваться по месту. После шлифования грунта панели отправляются на лак. Мы просунули в полость алюминиевых профилей квадратные стальные трубы, что позволило нанести лак сразу со всех сторон. На них же подвесили панели во время высыхания. Перед отправкой по передней части панели мы врезали скрытые регулируемые ножки, которые служили для крепления к полу и к потолку. Панели мы приклеивали на каучуковый и полиуретановый монтажный клей. Сначала наносили на заднюю поверхность панели резиновый клей, прикладывали их к стене, переводя часть клея. Тут же отдирали и пока контактный клей обветривался, добавляли густой полиуретановый. Заводили одну сторону панели встык с предыдущей через шпонку, потом, удерживая кромки панели прижатыми, подводили к стене и припечатывали. Контактный клей тут же прихватывал, а полиуретановый в течение часа намертво все скрепляет. Прямые кромки МДФ не читаются, видны только фаски, отделанные шпоном. Здесь все отлично. Вырезы у окна хорошо подошли, но электричество к косым панелям подведено пока не было, поэтому окончательный вид вся конструкция приняла уже без нас. Да и вообще, приношу свои извинения за сумбурность рассказа. Видеоматериалов вроде много, но все без ключевых деталей. И все же надеюсь, что наш опыт будет полезен кому-то. Кстати, напишите в комментариях, заметна ли разница между проектной задумкой и результатом. А разница есть. Серьезный недочет выяснился только на месте. Но из положения мы вышли, вроде бы. Это уже вам виднее. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго.